Вот такой вот у меня спальничек в машине. Вот это собственно спальник, коврик. Места очень много. Длины как двухспальная кровать. Двухспальная я получаю открывать по-любому, да здесь? Да. Очень много места. Вот я метр восемьдесят восемь. Ногами не задеваю за сиденье даже. Всю длину спокойно себе. Вот. Окошки сзади открываются эти. Окошки открываются. Можно включить себе свет, почитать. Все как бы нужно спуститься. Можно через заднюю часть спуститься, как через ступенечку. Ну вот. Очень удобно. Можно через бок выйти. То есть переднее сиденье у тебя получается, ну вот мы вечером поужинали. Вот. Решили ночевать в машине. Поужинали вечером в корзинку с продуктами. Мы значит покушали, поужинали. Я даже 50 грамм принял для крепости сна. И вот так вот мы везде, да. То есть переднее сиденье максимально отодвинуты назад, откинуты назад, а не максимально. То есть можно, могло еще два человека спать здесь спереди. Точнее не максимально откинуты назад, но очень сильно наклонены. Вот тут свободное место есть для сумок, там для чего-то еще. Вот у меня есть классные коврики вот такие самонабывающиеся. Там они правда десяточку стоили в свое время каждый, но он того стоит. Потому что реально отрабатывать. Спишь как. Хотя сама вот эта штучка. Спасибо пацанам. Балашка Клуб 44. Передаю привет. Вот. Кстати, всех с праздником. С 9 мая. К слову, да. С праздником. С 9 мая. В общем, это, переносевали отлично. И благодарю еще раз за кузак и за вот этот спальник. Ну, он бардашки такие имеет. И боковые бардачочки поднимаются, открываются. В общем, все работает как надо. Так что, вот так.